Привет! В эфире новости морского аквариума спустя, наверное, уже полгода. И что здесь изменилось? По дизайну я пересадила в аквариум мангровые деревья и переставила камни. Композиция стала более круглой, выше и, на мой взгляд, гармоничнее. Последний месяц немного уменьшила свет, и кораллы стали объемнее. Ксения вытянулась, но в целом все выглядит очень хорошо и сочно. Очень подросли саркофитоны. Я брала их совсем малютками, но сейчас они уже прям огромные. Я не хочу их встраивать в общую композицию по причине того, что свет горит 12 часов, а саркофитоны открыты, наверное, где-то от 5 до 8 часов. Никогда не угадаешь, когда они откроются. Могут ближе к обеду, могут ближе к вечеру. В общем, рассчитывать на них как часть композиции, мне кажется, не стоит. И они достаточно сильно выросли у меня. Отказаться от вот этих потрясающих звездочек я не могу. Поэтому будем уменьшать количество, но оставлять это однозначно. За последнее время немного изменился уход. Меняю воду я намного реже. Наверное, так сказались всякие мои отпуска. Когда аквариум долго стоял без подмены, я поняла, что в принципе все хорошо. Воду меняю я теперь раз в полтора-два месяца. Не занимаюсь этим каждую неделю, это точно. Из оборудования я убрала пенник. Убрала, потому что вечером было слышно, как он гудел, и мне это не нравилось. Уже несколько месяцев аквариум без пенника. И, на мой взгляд, из изменений стали быстрее стенки зарастать, а кораллы, наоборот, стали пожирнее. А так, в остальном все то же самое. То есть для моих кораллов это не принципиально. В сампе, кроме того, что я убрала пенник, я положила туда пару губок, чтобы задерживать крупный мусор, и положила наполнитель в сеточке, в котором живут бактерии и гомарус. Губка это обычная крупнопористая губка для аквариумов, для фильтра. И растет вот такая прекрасная калаустрея, которой не нашлось места наверху. Она немного бледная, но она тут такая жирная. А наполнитель это аквариум. У них есть три варианта. Софт, хард и нейтральный. У меня из категории хард. Это для поддержания PH и KH. Не знаю, что он там поддерживает на самом деле, но гомарус в нем живет. Из добавок появились у меня две вот такие добавки от Tropic Marine. Первая это All4Riff. Я ее купила, когда у меня была альвеапора. В итоге альвеапору я продала, а добавку периодически, как вспомню, так добавляю. Также я купила еще одну добавку от Tropic Marine, которая помогает повысить нитраты в аквариуме. А нитрата у меня всегда ноль. Я периодически начинаю переживать об этом и думаю, ой, надо что-то добавлять. Вот так я и купила в очередной раз. Переживаю вот эту добавку и тоже добавляю ее, как придется, честное слово. Рыбки в последнее время кушают сухой корм. У меня вот такой. Это гранулы L, акваменю. Здесь, соответственно, S. Я долго кормила M. К сожалению, все M у меня закончились. И сейчас открыла, у меня была пачка L. Но он, конечно, крупноват. В экзаменю я иногда покупаю живой корм. Это Артемия у них. Это как в пакетиках продается. Очень классно, хорошо ее едят рыбы. Но, к сожалению, она стоит недешево, если кормить на постоянной основе. Так что у них как деликатес. Также в холодильнике у меня стоят три банки. Это планктон. Добавка от Red Sea. A плюс B. Это, можно сказать, те же самые нитраты. И третье это бактерии. Их я добавляю обычно после подмены воды. Но иногда добавляю. Вдруг навожу порядок в холодильнике. И думаю, о, у меня же есть такие штуки. Надо их добавить. Но в остальном я только чищу стенки. Уход реально очень простой. Раз в два месяца я меняю воду. На это у меня уходит в районе двух часов. В это входит то, что я замешиваю соль. Я чищу помпу течения и окошко слива. Замачиваю вот эту помпу и сеточки в белизне. Все это потом отмывается очень легко щеткой. Ставлю на место и заливаю воду. Также я снимаю верхний слой грязного песка, какую-то грязь, водоросли. Все это вот мелкой трубочкой собираю сверху. И либо досыпаю чистый песок, либо ничего не делаю. Просто верхний слой собрала. И то, что осталось, то осталось. Так что море, конечно, больше для стерцания, чем для того, чтобы в нем копаться. Появились у меня новые жители. Из классных приобретений у меня в последнее время еще вот этот еж. Он у меня живет где-то полгода. И он съел все водоросли в аквариуме. Это очень полезная штука. Так что берите на заметку. Еж называется арбузик. Он реально очень хорошо помогает поддерживать в аквариуме чистоту. Аккуратненько ползает по камням и стенкам. Не трогает кораллы. И у него классные такие прикольные щупки, усы прозрачные. Волоски вокруг него. И он ими цепляется за стекло и передвигается. Одна из лучших покупок для моря. Также где-то недели три назад я купила новых жителей креветку и двух рачков. Всех их за последнее время видела раза два или три. Сначала думала, что никто не выжил. Но потом заметила, что большой рачок иногда ползает. Вот такой. Классный, да? Как на море прям. Проезжаешь, плаваешь с Москвой, а там такие. Хотя нет, там не такие, там маленькие. А это какой-то прям здоровенный. Слушайте, я вам показываю. А у меня знаете, что происходит? У меня за руку клоун дубасит там. Вон, смотрите, он прямо нападает на меня. Неблагодарная рыба. Кусает меня за пальцы. А вот креветку я вообще не ожидала увидеть. Но как-то вечером случайно я заметила, что она сидит среди камней. И при этом выманить ее можно только едой. Я думала, может, сильно яркий свет для нее или что. Она уже сидит здесь недели три. Я заметила ее буквально неделю назад. Я думала, что она умерла. Потому что вообще никаких признаков жизни она не подавала. А потом случайно вечером был выключен свет. Скукожены все кораллы. И я увидела, что там сидит креветка. Чили, 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 можно твою курицу взять? Ты не против? Возьмем у Чили кусочек курочки. Смотрите, сейчас креветку вам покажу. Если у кого-то есть такие креветки, то, возможно, знаете, что с ними делать? Как вообще ее выманить? Видите, какая красотка? Очень прям классная. Если кто-то в курсе, можно ли как-то наладить с ней контакты, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Слышала, что нужно завести вторую креветку, и они будут вместе тусоваться и выходить из камней. Я почему-то не уверена в этом. Либо ей нужно больше времени, чтобы адаптироваться. Но прошел уже месяц, а она до сих пор сидит в камнях. На, красавица, ешь. На панике такой. А где еда? А почему мне не дали? Ну, на этом, наверное, все. Вот такие новости. В общем, все стабильно и красиво. Акропоры пока заводить не планирую. Все меня полностью устраивает. Морской аквариум без всяких проблем и для души.